Новости 24 продолжают работу телеканала ННТ. Мы снова в студии. С вами Захар Алиева. Здравствуйте. Режим самоизоляции в Дагестане планируется снимать поэтапно с 15 июня. До этого дня главам районов и городов необходимо провести подготовительные мероприятия. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Владимир Васильев сообщил, что некоторые муниципалитеты посчитали снятие ограничений преждевременным. При этом Васильев подчеркнул, что выход из режима ограничений должен происходить согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Дербенские и китайские врачи провели телемост по вопросу борьбы с COVID-19. Стороны обсуждали диагностику и лечение коронавирусной инфекции и проведение антибактериальной терапии. Китайские медики, которые первыми прошли сложный этап борьбы с вирусом, ответили на все интересующие вопросы дагестанских специалистов, а также поделились своим опытом лечения пациентов. У нас много вопросов. И вот эти вопросы мы собирали у коллег, которые, к сожалению, не все здесь присутствуют, потому что они находятся в красных зонах. Но один из первых вопросов, который бы нас интересовал, это проведение самой по себе антибактериальной терапии. Максимальное количество антибиотиков, номинований, дозировки, в каком они сочетании, в принципе, как бы вы проводите. Новая информация, полученная от китайских специалистов, будет учтена при проведении практической работы в дербентских медицинских учреждениях. Глава дербента Хизрия Бакаров поблагодарил врачей из Китая за содействие и помощь. Спасибо вам за помощь, которую вы нам сейчас оказали. Всегда обмен опытом – это очень важно для нас. И мы рады, что у нас появились новые друзья. И город Бербент ждет вас и всех ваших друзей здесь, в нашем древнем городе. Мне очень будет приятно, если все приедут к нам в гости. Вам большое спасибо. Что такое красная зона, еще недавно знали только врачи. Сегодня терминологию тех, кто находится на передовой борьбе с коронавирусом, знает весь мир. Спасая чужие жизни, медики буквально живут на работе, сутками не снимая защитные костюмы и маски. Чтобы понять, как в эти дни работают врачи, какова степень самоотдачи, надо просто хотя бы на несколько часов встать с ними рядом и поставить себя на их место. Как это сделал победивший в международном фотоконкурсе дагестанский фотограф Анвар Ахметов. Обо всем поподробнее в сюжете Зумруд Гамидовой. В больнице Анвара легко можно было спутать с врачами, если бы не фотокамера в руках. В точно такой же медицинской экипировке, как и герои-медики, он по 8 часов проводил вместе с персоналом красных зон, отрабатывая полную смену. Эти кадры, более трех тысяч снимков, непостановочные. Врачи и медсестры запечатлены во время реальной работы. И все это время он в масках и очках, которые к концу смены впиваются в кожу, оставляя синяки и потеки на лице. Ношение противочумного костюма и других спасательных стресс-защиты становится отдельным испытанием наряду со стрессом и большой нагрузкой. Был случай, ну, обрабатывают маску, обычно, да, экипировку полностью одевают на себя, сискостюм. И когда начала потеть маска, это был самый неудобный момент, ты ничего не видишь. Я стал нервничать, я еще слышу за окном, как машины сигналят друг другу, в пробке стоят. Думаю, куда вы едете, дома сидите. От того, что я ничего не вижу, я стал нервничать. А я представляю, еще и врачам там укол нужно было делать в этих масках. В общем, ну, это находиться 6-8 часов в этих костюмах и без возможности снять это. А если снимаешь, то уже выходишь с концами. Это огромный труд. Но Анвар, по его словам, никогда не задумался о риске, выполняя свою работу. Фотограф признается, что тревога, конечно, была, но парень хотел принести пользу и показать то, что почти всегда остается за кадром. Этими фотографиями Ахмедов пытался донести до людей всю серьезность, бушующие в мире пандемии коронавируса, которая пришла и на нашу землю. Врачи на его снимках как будто светятся, и их белые халаты, ставшие для многих символом надежды на, казалось бы, обычных фото, приобретают иной смысл. А на лицах медиков, сосредоточенных на борьбе с коварной болезнью, отражаются жертвенность и бесстрашие. Идеи участвовать в конкурсе не было. Была идея именно помочь нашим зрителям поверить в серьезную ситуацию, в серьезность этой ситуации. Была только эта цель. Никак не участие в конкурсах. Даже когда поздравляют с победой, для меня это немножко... Я не знаю, как реагировать. Я в силу своей вежливости отвечаю спасибо. Но то, что я видел в больницах, это люди мучились на этих снимках, они болели на этих снимках. И принимать поздравления за этот конкурс, потому что я выиграл на страданиях других людей, это... Не знаю. Среди тысяч творческих работ были выбраны всего 13 лучших. В их числе оказались фотографии дагестанского фотографа. Теперь Анвару Ахмедову представилась возможность отправиться в следующем году в Китай для участия в международной молодежной программе, которая доступна только победителям конкурса. Ну а пока герои его снимков и герои нашего времени. Отважные врачи продолжают спасать жизни, неделями не видя родных. И все, что от нас требуется, это оставаться с родными и без дела не выходить из дома. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Около 300 военнослужащих вернулись домой после успешного выполнения специальных задач в Сирии. Мотострелковая бригада Южного военного округа, дислоцированная на территории Дагестана, была отправлена в командировку еще в начале лета. По возвращению батальон прошел карантинные мероприятия. Все прибывшие сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня батальон военной полиции, мотострелковой бригады прибыл с выполнения специальных задач Сирийской Арабской Республики. Особо отличившиеся военнослужащие были награждены государствами и ведомственными наградами. Военнослужащие имеют достаточный опыт, справляются на высоком уровне с поставленными задачами. Как сообщает пресс-служба округа, военные выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск. Обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей. Кроме того, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и охрану при проведении гуманитарных акций. Хотелось бы побыстрее добраться до дома, к семье, но сейчас пока у нас небольшая изоляция, самоизоляция. Находимся здесь в связи с коронавирусом. Прием абитуриентов в ДГМУ на предстоящий учебный год увеличат. Об этом говорили сегодня в правительстве республики. Учитывая то, что число выпускников школ будет расти, а это уже видно по востребованности новых школ, главой государства в послании была поставлена задача обеспечить доступность бесплатного одного высшего образования. В правительстве республики отметили, что дефицит врачей во время пандемии показал, что целесообразно наладить работу по подготовке кадров в Дагестане. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в республике крайне необходимы специалисты-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи. Сегодня, по словам ректора ДГМУ, число обучающихся растет. Если ранее по программам специалитета контрольные цифры приема располагались в районе 400 студентов, то в последние годы наблюдается тенденция роста этих цифр. В этом году, как и в прошлом, в УЗЕ обучалось более 500 человек. И о спорте. Дагестанский боец Тагир Уланбеков проведет дебютный поединок в UFC. 15 июля он выйдет в октагон на так называемом Бойцовском острове, расположенном в Абудабе. При этом пока неизвестно, кто станет соперником спортсмена. Напомним, что Уланбеков является членом команды Хабиба Нурмагометова. Он известен по выступлениям в промоушенах Fight Nights и GFC, где в разное время становился обладателем чемпионских бойцов. Всего в активе бойца 11 побед в 12 профессиональных поединках. Добавим, что в июле UFC проведет на острове Яс. В Эмиратах 4 своих турнира. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин